Итак, наша тема, кстати, тема, тоже это не сказал, темы предлагались мной, это первые были темы, да, потом темы начали предлагаться участниками, звучит она, наверное, вы знаете, сильная женщина, слабые мужчины, при этом обратите внимание, что как бы, да, так, женщина, мужчина. И я попробую высказать свое мнение, как я уже сказал, тем, кто чуть раньше подошли, у меня именно по этому вопросу очень много собственных, я думаю, находок, таких, которые, в принципе, вы не встретите в книгах чаще всего, и поэтому, может быть, сегодняшняя часть будет немножко более информационно насыщена и чуть длиннее. Ну, с вашего разрешения, я думаю, можно так сделать, да, один раз я зайду за тот лимит, который обычно. И я буду говорить, ну, скажем так, разделив свой материал на несколько блоков, да, вот первый блок, вот, он как бы, студия-то философская, подходим по-философски, да. То есть, первый блок называется «Принцип дифференциации и взаимного дополнения». И вот начнем издалека. Дело в том, что природа разделила живое на два пола, да, есть же, как бы, часть существ, которые не разделены на пол. Еще очень-очень давно, то есть, еще на стадии растений, ну, все помнят, то есть, тычинки и пестики, да, вот это все. И, интересно, что потом пошло дальше и в животный мир это перешло. И причина разделения, ну, не знаю, задумывались вы или нет, но здесь для этой темы, она просто очень-очень важна и актуальна. Вот это принцип дифференциации и взаимного дополнения. Вот я буду использовать примеры на технических устройствах. Вот видите, унициальные технические устройства для какой-то цели. Это многофункции. И это классно, потому что одно устройство, и ты в многих случаях поможешь применять. Но обычно из-за того, своей многофункциональности, оно, ну, многого не может. Ну, в смысле, в тех же функциях, для которых она предназначена, оно ограничено. И может, вот, природа пошла по пути дифференциации, то есть она разделяет функции. И вот тот, кто эти функции делает, вот он для них предназначен, да, он в них может сделать больше. А другому дают другие функции, и он в них тоже может сделать больше. И, по сути, как бы, разделение половое, это как раз вот такого рода разделение. Два глобальных разделения такого было. Половое, потом чуть попозже, функциональное. Функциональное разделение, ну, еще более, пример, он действует, кстати, в человеческом обществе. Это отдельная тема по системно-векторному психоанализу. Ну, кто любит эту тему, да, мы ее никак не выведем, но это, наверное, в виде не студии, а тренинга будет. То, пример, это вот как муравьи. Вы знаете, там есть рабочие муравьи, да, есть матка, да, там, ну, так далее. Вот это деление действует в человеческом сообществе, но оно не так заметно, да, то есть у нас нету такого сильного разброса во внешнем виде. А функциональное разделение есть на самом деле, это очень интересно. О себе знать, на какие ты функции, да, заточен, и о других увидеть, кто под какие, соответственно, этому вести. Ну, то есть, первое, что я хочу сказать, и в блоке первом, это очень правильно, что нас поделили, да, мы не андрогены или гермафродиты. Мы выполняем две основные функции отдельно, и в них именно разделились по двум таким инстинктам. Тот, кто был, уже знает, я об этом уже несколько раз говорил. Инстинкт самосохранения, все-таки преимущественно мужчина. Инстинкт репродуктивный, где-то рождение и воспитание, да, то есть репродукция, все-таки преимущественно больше женщина. Ну, не может мужчина рожать. Вот, да, вот этот приз Наполеона, так и остается, да, миллион франктов, кто до сих пор не получил, я думаю, и не получит. Можно, конечно, наверное, сейчас научно экспериментнуть, сделать такой какой-то, да, но зачем, и, наверное, это будет несчастный человек, да, у которого вся такая ситуация. Нас разделили, и наша задача в этом разделенном найти сотрудничество, да, взаимно дополнить. Друг друга. И вот это вот важно понять, что такие вещи вон, в принципе, мы чаще всего, вот, как психологи, да, и семейные психологи, чаще всего сталкиваемся с тем, что, оказывается, не все люди умеют вот это вот взаимно дополнять друг друга. То есть так уже происходит, что вот, как бы, вот, что-то не то. Дополнение дает сбой, и тогда получается, что функции какие-то, которые, ну, нужно было, ну, например, женщина тоже может сама себя защитить, правда? Ну, она, в принципе-то, да, как бы проигрывает, или, как вот, ну, не умея дополнять, вместо того, чтобы усилить, потому что, если вот мы разделились, я это делаю лучше, а ты это делаешь лучше, мы соединились, мы в целом и то и другое делаем лучше, чем до этого, понимаете? То есть произошло какое-то такое развитие. Синергия. Да, синергия. А если так, то наоборот, будет асинергия, ну, то есть мы, как бы, теряем. Вот, чаще всего это в отношениях и происходит. И вообще, беда еще в том, что так нас этому не учат. Ну, в смысле, как правильно, да, вот, взаимно дополнять. В культуре этого, к сожалению, почти нет. Старый способ, он умер, домостроен, написанный там еще, да, сельвестром, священником и так далее. А новый домострой, или, как бы, новые какие-то правила, которые бы подходили для большинства, он не создан, да, и вот такой хаос существует. Он, в каком-то смысле, он полезен, потому что, ну, мы такие разные стали, да, много очень меняется сейчас походу. С другой стороны, он сильно дезориентирует многих и, в принципе, приводит к проблемам. И так вот, это первый блок, это вот, что этот принцип дифференциации взаимного дополнения, он как раз и разделил нас на мужчин и женщин. И это очень хорошо, если мы потом разделенные находим взаимное дополнение. Блок второй. А тут тоже по-философски, в принципе, хотел бы, чтобы... А это вот такая логическая тонкость, но я хотел бы, чтобы вы меня услышали. Попробую, если нет, потом еще раз на обсуждение. Вообще, этот вопрос, сама тема сформулированная, она не может быть так сформулирована. И я сейчас объясню, почему. Вроде бы нормально звучит, да? Но су-измерять, а здесь есть су-измерение, слабое и сильное, можно только сравнимые вещи. Понимаете? А там, где мы разделились, соизмерять невозможно. Я хочу вам показать это, в принципе, устройство. Они так, кстати, и называются. Папа и мама, да? Вот розеточка, вот вилочка. Как можно их соизмерять? Вот две вилочки можно соизмерить, да? Две розеточки можно соизмерить. А две разные невозможности. Вы понимаете? Что невозможно соизмерять силу мужчины и женщины, если мы говорим о мужчине и женщине. У них разные силы, разные функции. И практически это абсурд. Понята моя идея? Что если мы говорим о соизмерении конкретных людей, которые являются мужчиной и женщиной, то мы говорим о них как вообще просто о людях. Да? То есть не оказываясь от идеи, что это вот мужчина или женщина. И тоже так немножко, скажем, да, люблю какие-то такие яркие примеры из жизни. Ну, извините, да, вот, даже самый гигантский женский клитор никогда не будет больше минимального мужского члена, да? То есть, ну вот так вот, да? Вы бы поняли. Ну, не надо сравнивать. Здесь мы действительно разделились кардинально. И сравнение невозможно. И поэтому, вот, когда мы об этом говорим, сама ошибка возникает естественно, да? Потому что, вот, ну, как бы два признака. Признак это чем, каким, по которому мы являемся людьми и признак, по которому мы разделились на пол. И мы еще раз, да, в конце этого блока не конкурирующие, а взаимодополняющие друг друга существа. Это очень важно, да, потому что, ну, иначе получается действительно война, распадаются отношения и все соответствующие отсюда последствия. И когда мы сравниваем, мы должны сравнивать личности, которые могут быть сильнее или слабее, но не мужчину и не женщину. Следующий блок. Слабость и сила в партнерстве и в браке, да? То есть, партнерство шире, но брак, да, вот это уже вот это самое. Ну, вот, в принципе, замечено, не только мной, что очень часто, например, если уж мы переходим к женщинам-мужчинам, мне будет плохо, без очков все-таки дальше, что сильная женщина выбирает силу слабого мужчину. И наоборот, сильный мужчина может, что-то, довольно часто выбирает себе слабую женщину. И, в принципе, у этого есть свой минус, понятный, может быть, плюс и свой минус. Вообще, было бы правильней и лучше всего создать отношения вровень. То есть, такой же, да, скажем, силы человека, личность иметь рядом. А не слабее и младше, да, вот, и не сильнее и старше. Хотя соплазм есть, да, вот именно войти в такую пару. Вот я здесь, как бы, постарался посмотреть на этот вопрос со стороны сильного. Да, вот, в принципе, как бы, у нас сильная женщина, слабые мужчины, да, как бы, со стороны сильного. И показывает вопросы два минуса, которые, вот, очень интересно прослеживаются практически во всех таких парах. Первое. Плюсы для сильного. Удовольствие от доминирования, резкое улучшение, рост самооценки. Уверенность, да, вот, рядышком со слабым, ну, или сильный, ну, слабый. Кстати, две подружки могут тоже, красиво-некрасиво, и ходить, да, там, тоже замечено, что у вас такой быть. И вот на этом фоне чувствуешь себя лучше. Это приятно, это нужно, нам нужна самооценка и уверенность в себе. Второй плюс. Безопасность, стабильность. Ну, в принципе, да, никуда не денется. Ну, вот, я же лучше, да. Ай, ну, или это женщина, да, если это. Никуда не денется, и тогда у более сильного, у доминанта больше свободы. И такой довольно часто доходящий до того, что именно доминант гуляет, да. То есть, может завести себе там любовниц или любовников, да, а этому не позволено. То есть, вот, в принципе, возникает такая вот специфическая ситуация. Минусы для сильного. Сильному это нужно знать, да. И, в принципе, те, у кого такие примеры, их можно подумать, посмотреть. Остановка в развитии. Деградация. Я возьму пример из шахмат. Если играешь ослабо противника, ты постепенно играешь все хуже и хуже. Да, если ты играешь с равным или более сильным, то ты учишься, да. А если ты играешь со слабым, ты останавливаешься или деградируешь назад. То есть, в принципе, ты теряешь то преимущество, которое у тебя было. Расслабляешься. Нежелательно это делать. Но самое еще интересное, это второе минус, это у сильного возникает зависимость от контакта со слабым. От этого кайфа, что он сильнее. И он тоже становится зависимым. То есть, так проявляется его слабость. И это вот, в принципе, тоже давно философы определили, что, ну, вот, говорят, раб и господин. Да, ну, господин, вроде, сверху, он, как бы, это самое. Но на самом деле, господин зависим от раба. Ну, даже вот просто представим, тоже древнюю Грецию, и так, исчезли все рабы, у этого, он ничего сам не сделает. Или, как бы, тоже, да, тот, кто так живет, там, где-то в какой-то семье, а где, да. Ну, я немножко другого рода доминацию и зависимость скажу. Ну, вот мама не поставила там тарелку, да. А вот научиться добывать пищу из холодильника, не каждый ребенок умеет на определенной стадии, да. То есть, вот тут вроде бы доминант, да, мама ему услуживает. А на самом деле, как только мама исчезла, все, ему уже очень-очень сложно и тяжело. Поэтому нужно понимать, что, ну, сильный тоже проигрывает, если он в таких отношениях находится. И вообще-то, лучшее изначальство, чтобы партнерства и брак были равны. Блок 4. Я назвал его немножко ругательно, так я назвал его недоросль. Да. Недоросль, это как бы, вот мы рождаемся с половыми признаками. Он достает ребенка из, да, вот, после рождения, из шлема матери, смотрит, да, это самое, ну, чаще всего сразу, мальчик, да, вот, девочки. Очень-очень маленький процесс, процент гермофорита рождаются, ну, это мы можем в качестве не рассматривать. И потом, практически, каждый раз, когда смотрят на половые органы, понятно, да? Ну, давайте так посмотрим. Не всегда обладатель половых признаков является мужчиной и женщиной, правда? Ну, до какого-то времени и ребенок не является, он там, ну, только мы его так, да, как-то воспринимаем, там, синенькое, или розовенькое, да, вот, поднимаем. Ну, есть что-то в поведении там проявляется, но, тем не менее, он еще не мужчина, да, и она еще не женщина. Ну, и после климакса, да, после определенного там возраста, тоже старички, старушки, они уже тоже теряют, как бы, немножко, вот, эту разницу между собой, да, то есть мы в начале и в конце жизни, мы нет, да? Какой-то период мы, как бы, биологически мужчины и женщины, но только биологически, я хочу подчеркнуть, потому что социально и культурно, на самом деле, нет. Вот считается, что, значит, да, там, переспал с лицом противоположного пола, был малчик, да, стал мужчина, или девушка, да, там, это самое. А нет, это не является признаком того, что это превратился именно, действительно, в того, кто мужчина или женщина. И самое интересное, что наша культура, к сожалению, она очень сильно потеряла. В ней нет каких-то институций, да, таких, каких-то, то самое, каких-то, вот, ницентр, да, в других обществах, где еще учили быть женщиной и учили быть мужчиной, при том, что мужчинам повезло больше. Вот здесь у нас сейчас, да, на, это самое, два человека, связанные с боевыми искусствами сидят, да, и тренеры, и занимающиеся, да, виталия, виталия. И вот у мальчиков есть что-то подобное, это некая, не совсем целостная система, да, воспитания мужчин, но она существует. И можно отправить сына в секцию, и вот там ему помогут. Вот это тоже моя разработка, то есть я, в принципе, считаю, что с определенного возраста, ну, существо, недоросль, да, он должен пройти путь, если мы говорим о мужчине, путь воина, стать воином, ну, не обязательно воевать, да, но должны сформироваться определенные качества у человека, у мужчины. А девушка должна пройти путь любовницы. Так вот, путь воина у нас немножко еще представлен детьми секциями, а путь любовницы, вот, в принципе, в Древней Греции существовали школы, супружества существовали, в школе, где учили от секса до, там, сочинения стихов, школы Афродиты, слышали об этом, нет? Вот кто-то слышал, а кто-то нет. На самом деле, сейчас психологи пытаются создать какое-то подобие, но учитывая культурную ситуацию, сложное напряжение, даже вопросы сексуальности, да, как вот развивать девушке сексуальность, стрёмные, я так думаю, что оно так, ну, не очень-то развивается, я видел на фестивалях своих коллег, сексологов, которые занимаются такими, но они молодцы, классно, все это самое, занимаются подростками, но пока что, знаете, как-то, такая стрёмненькая тема, да, вот я скажу, отдай дочку в какую-то такую школу, да, вот, ну, я не уверен, что каждая мама поймет, о чем у них речь, и вначале, как пальцами говорить, вы шо, это разврат, да, там ее будут учить сексу, и так далее. Ну, и интересно, что я, исходя из того, что наша душа биполярна, есть мужская часть души у каждого, есть женская часть души, да, у мужчины на первом плане все-таки мужская часть души, у женщины женская часть души, но есть на втором плане, и у мужчины женская часть души, и у женщины мужская часть души, поэтому следующий этап в этом обучении, Должен мужчина пройти путь любовника, то есть действительно обучиться и тому же сексу, и всем моментам, чтобы уметь понимать женщину. То есть в неком смысле через женщину в себе научиться видеть и понимать женщину. Тогда он, конечно, сможет хорошо в контакте быть с женщиной. А женщине тоже пройти путь воина, чтобы научиться понимать искусство и науку мужского. Вообще это два пути, и вот, к сожалению, они очень сильно разбросаны. И даже в моем направлении, в расстановках, там Берт Хеллингер, автор же этой методики, он говорит о порядках любви. То, что я попытаюсь, ну, своим деятельностью, своими там статьями дополнить, я говорю, есть искусство и наука любви, есть искусство и наука войны. И они взаимодополняют друг друга. И они по-разному. Если вот женщины сейчас меня слушают, и, наверное, для них это самое полезное, женщины должны понять, что такое воин. Воин — это человек, который уважает того, кого через секунду может убить. Он уважает своего врага. И сам живет по законам чести. Ну, приятнейший такой самый жесткий пример — это харакири. Не понять женщинам, что такое харакири, правда? Ну, может быть, нам как бы это самое. Потому что человек самостоятельно убивает себя, потому что он нарушил правила чести. Как-то, да, вот. Но дело в том, что, понятно, женщинам сложно это понять. Потому что женщины, они для того и созданы, чтобы создавать жизнь, да? А мужчины, как ни странно, для того, чтобы умирать или забирать эту жизнь. И там, и там свои законы. Если вот мужчина пройдет свои законы, потом пройдет законы женщинам, будет их хорошо понимать и женщина в том числе, если она пройдет свои законы, и будет понимать законы мужского сообщества, тогда им гораздо легче будет законнектировать, да? Гораздо легче будет взаимно дополнить друг друга. Еще одна вещь, которую я хочу сказать, это так, я думаю, неоднозначную реакцию вызовет. Вы знаете, вот, я знаю, к сожалению, только знаю, да? Никого научить не могу, и сам, по сути, такой опыт имею, ну, нечасто. Что женщина, владеющая искусством секса, может сделать так, чтобы мужчина после оргазма не чувствовал ослабления, не чувствовал усталость, а почувствовал подъем. Есть, ну, в искусстве, да, действительно, любви именно такое. Представьте себе, что чаще всего происходит, мужчина просто устает, да? Он просто, ну, пережил, яркие впечатления, все, он там благодарен женщине, но у нее есть естественная усталость. А и возможен секс, когда у него будет не усталость, это она свою энергию отдаст ему, да? Которая, у него, женщина сексуально гораздо более сильнее, чем мужчина, намного у него больше энергии в гениталиях, да, во всем этом аппарате, чем у мужчины. Если она пробуждена, и она ему отдаст, и он, во-первых, кстати, сможет и еще, и еще, да, если уж так женщине хочется, да, продолжить. А может эту энергию потратить именно на подвиги, то есть на вот эти достижения. После этого он еще полетел, и там, не знаю, за каким-то бизоном, за еще чем-то, да, за деньгами, все. Он вдохновлен. И эта энергия, в принципе, очень важна, и это искусство женщины. Оно утеряно. В нашем современном мире женщина не упрек, да? Вы же не виноваты, что так культурная ситуация сложилась. Ну, знаете, что это возможно, да, хотя бы, да? Может быть, где-то когда вы это столкнетесь. И вот такие два момента я хотел бы вам сказать. И еще я хотел бы эти пути немножко описать. Ну, извините, может быть, да, вот здесь я переберу время. А вот что такое путь любовницы и путь воина? Я их попробую описать коротко. Значит, уже когда-то он говорил, что основной энергетический центр у женщин находится вот здесь, молочная железа. Вот здесь происходит непроизвольное накопление энергии, которое, в принципе, влияет, ну, кто знает систему чакр, на три ближайшие чакры. На сердечную, да? На горловую и на вот эту чакру. Какой результат? Она очень беспокойна вопросами любви, да, сердечная. Хочется любить и быть любимой. Она часто разговорчива. Ну, это горловая чакра, да, вот, в принципе, выражает через звуки эти свои. И она очень сильно может находиться в воображаемом мире, да, то есть это вот, если чакра не развита, если развита, то, говорят, ситхи возникают, человек может видеть, да, там, мистические миры, там, новой реальности. Она, ну, в самом простом, это вот мы себе вообразили, там, да, уж он красивый, или, да, что будет так у нас, да, вот себе придумали целую жизнь наперед, только он не улыбнулся, да, женщин. И все, да, и уже там целый, да, Санта-Марбора, и вот эта работа, вот эта чакра, она, и так как энергии здесь много, то это у женщин гораздо сильнее энергетически заряжено, она в этом может и подвисать, и жить, да, вот, вот это. И минус, у мужчины энергетический центр в гениталиях, да, и там тоже три чакры, это Манипура, Манипура, это солнечное сплетение, это боевые искусства, кстати, да, это, скажем, управление собой, движениями и своими действиями, это Садхистхана, это сексуальная чакра, понятно, тут все как бы по делу, да, то есть как бы непосредственно наполняется мужчина, да, чаще все-таки думается секс, чем женщина именно по этой причине, и, как можно сказать, Муладхара, это вот чакра жизни и смерти, да, когда мы ее, когда, там, не знаю, прыгаем с резинкой, да, вот это, или там еще что-то, или на, вот это, в американских горках, четко чувствуем Муладхару, потом уже, да, там, с глядышками еще и порнон вот этот, да, вот этот сильно сжимается, да, и такое все проще, то есть вот эти переживания, и обратите внимание, мужчины к этим переживаниям больше не часто, чем это самое, то есть они любят опасность, они часто, да, там, или прыгнут где-то, или побьются с кем-то, или что-то, вот эти переживания, и вот получается, что вот недоросли, я говорил о недоросли, да, то есть еще до прохождения этого пути, вот у них как бы получается, мужчина хочет иметь женщину на уровне вот здесь, где у него все это самое, а женщина нет, не очень, она вся вот здесь, вот в этой части, за это самое, а женщина хочет вот здесь с ним контакт иметь, да, получается вот это извращение, которое называют рак мозга, да, вот я, дай мне, пообщаюсь, я тут это самое, да, поговори со мной, да, фраза пугающая многих мужчин, и мужчина этого не выдерживает, да, вот, кстати, вот это о силе, да, но у мужчины этой силы нет, а тут явно проигрывает, да, ну, а мужчина может силой в ответ, ну, это сексуальное насилие, конечно, да, ну, брать женщину, ну, понятно, все, все против, я тоже против, я нет, я просто объясняю откуда, да, потому что вот здесь накопление, и здесь как раз те чакры, которые связаны с агрессией, поэтому он может это, в принципе, делать, не должен, но, в принципе, где-то так импульс оттуда есть, и получается, он насилует женщину так, ну, а она насилует его так, получается, хорошая семья, да, то есть, вся друг друг, каждый по собой, да, то есть, в таком сочетании, ну, а на самом деле могло бы быть иначе, да, то есть, если женщина, она направит свои энергии вниз, да, то есть, вот у нее, как бы, путь любовницы, направит свои энергии вниз, она сначала разберется, вот она в Анахату, да, немножечко отвлекаясь отсюда, сосредоточиться, она поймет все-таки разницу между любовью, ой, ты мой слабый, ой, ты мой маленький, мой мальчик, я тебя усыновлю, да, ну, в смысле, мужчину, да, вот, то есть, у нее вот любовь отсюда идет, первоначально материнский инстинкт, забеленать, да, это, ну, к ребенку любовь, здесь же, ну, кормим, что ж, этим делом, да, в смысле, женщины, да, и отсюда вот часто любят именно, да, мужчину вот такого вот, ну, слабенького, как бы, ну, или придумали, что он слабенький, или вот так, на самом деле он слабее, и поймут, что там есть немножко другая любовь, да, действительно, любовь не мамы к сыну, там, а любовь женщины к мужчине немножко другого свойства, и принимая решение быть или не быть с этим мужчиной, она, ну, сориентируется, да, если она хочет усыновить, ну, это вот одно, ну, не рекомендую такие семьи и браки, они заранее обречены на то, что они распадутся, ну, ты лучше все-таки принимать из любви к мужчине, да, из любви к мужчине, да, именно как мужчине, то есть, там должен быть элемент уважения к нему. То есть, надо понять, где третяк, ну, неужели? Она спускается дальше в манипуру, да, то есть, эту энергию она спускает, и она вот там уважение появляется, потому что это как раз мужская человека, это как раз то, если у мужчины она развита, да, если он может управлять своей агрессией, то женщина будет его уважать. Он может напасть, да, и убить врага, и может сдержать, да, там, любимая, это, конечно, право. Да, непривидимую женщину, да, то есть, вот, это нужно. И тогда, следующий шаг, она спустит свою энергию в сфатхискану, ее энергия сексуальная, она спящая, как лотос, она раскроется, и вот, очевидно, возможно, подойдет до той стадии, или интуитивной, или где-то научившись, да, что она может, ну, наполнять мужчину энергией, и он будет потом этот подвиг совершать, да, то есть, такой вот, ну, я же говорю. Многие говорят, но никто еще толком не описал. Я пытаюсь, но не так, как я мужчина, я, наверное, сам это не открою, да, то есть, я пытаюсь найти коллег, которые, женщины, да, которые думают так же одинаково, может быть, начнем с сотрудничества, найдем путь, пацаны. Путь мужчины, да, путь мужчины, это, в принципе, опять же, да, ему нужно тоже, но только там опускать, здесь поднимать, да, нужно поднимать выше, нужно научиться управлять своим страхом, ну, который в самом низу, да, вот этим чувством, которое, оно совершенно естественно, нет людей, которые не боятся, есть люди, которые умеют управлять, да, то есть, которые могут сделать так, чтобы страх не подавлял человека. Одновременно, поднявшись выше в манифуру, научиться управлять своим сексуальным желанием, да, то есть, не хотите маяться, да, куда бы, кому бы, и так далее, да, вот это вот контролировать, притом, и в том числе, и во время полового акта, да, то есть, это контроль за семя извержениям, возможность, да, там, делать это гораздо интереснее для женщины, чем, да, пять минут и до свидания, так вот это было. И следующее, это управление собой в движениях, манипура, скажем, осознанный бой, да, то есть, из этого центра, в принципе, и ориентируется, ну, я не знаю, я, как бы, к сожалению, только прикоснулся к боевым искусствам, здесь вы будете спорить, скажете потом, да, то есть, ну, я слышал, что он не надсюда, например, в карате говорили, что из солнечного сплетения все движения строятся и управляются. Дальше он поднимается сюда, он может почувствовать любовь, и дальше его, как бы, мозг тоже наполняется этой энергией, и он способен мыслить во время боя, потому что бой выигрывается умом, да, вот, не агрессией, не это самое, он должен суметь просчитать это самое, и, в принципе, как вот в китайских фильмах показывают, да, что сначала, так раз они стали, да, в голове уже проигралось моментально, а потом это произошло, ну, прям за секунду, да, но сначала показали, как он это все делал, то есть, мысленно он проиграл и в свои движения, ну, тоже, опять же, только понаслышке. И вот я думаю, что если мужчина и женщина пройдут этот путь, или спонтанно, интуитивно, либо, да, хорошо бы, чтобы существовало это как общественные институции, где бы этому учили, чему только не учат в школе, что абсолютно не нужно, да, но вот этому не учат. И, кстати, вот наличие именно мужских, секций, все остальное, делает так, что девочки тоже туда идут, то есть, они путь война проходят, а путь любовницы, вот, как сама хочешь, так и прийти. Вот, изобрети его, да, каждая для себя сама. Это несправедливо, конечно. Ну, и вот отсюда, я думаю, все вот эти моменты, что когда девочки девочек бьют, прямо очень-то, с удивительной жестокостью, да. И что вывод из этого пункта, из этого блока в брак? Желательно вступать взрослыми. Ну, то есть, пройдя этот путь, да, тогда он будет счастливым. Ну, к сожалению, а что же, а как, а где? А если вступают недоросли, надо понимать, что вы еще не мужчина, и не женщина. И тут у меня есть такая, как же бы, метафора. Можно, можно так, и быть, действительно, мы чаще счастливы, прожить дома, да. Но надо понимать, что, что ты от него тревога, у него еще этого нет. Я вам, что я иди, у нее еще этого нет, да. Вот, как бы, два одноногих инвалида. Могут идти? Ну, конечно. Могут, да. Но должны быть очень согласованы, правильно? Да. И не претензий не выставлять друг другу, да, что ты там раньше отклонился, раньше это я на тебя ориентируюсь, ты на меня ориентируюсь. Они будут медленно двигаться, но будут двигаться. И можно дорасти в паре, да, можно дорасти, это сложно, но возможно. И, как бы, вот те, кто это делает, те, кто это удалось, снимают шляпку. Молодцы, да. То есть, как бы, да, жизнь из жизни, да, мы рано бывает вступаем в отношения. Но вот так вот, тогда вот этот принцип взаимных претензий, его нужно просто отбросить. Не ты не дорос, не я не доросла, да, вот. И это вот мы с тобой, ну, как бы, вот так, да, закрыл глаза, бросились в бездну. Сейчас летим, надо вот что-то с этим делать. Блок номер пять. Вот, он называется превращение женщины в мужчину и мужчины в женщину. Немножко странно звучит? Нет, не звучит это странно. Нет, не звучит. Мужчина в женщину, женщина в мужчину, да. Да. Опять же, я уже говорил о неполярности душ. У нас есть такая возможность, и она, как бы, для того и создана, чтобы мы понимали друг друга, да, побыв немножко с женщиной. Мужчина может понять. Ну, не в прямом смысле, да, а в женской части души. И наоборот. И вот можно переходить, и это полезно. Но вот есть два варианта перехода. При острой необходимости, без потери идентичности, да, то есть женщина, как бы, сейчас ведет себя как мужчина, она понимает, что она женщина, но ведет себя как мужчина, и она, ну, это нужно. Ну, например, на ее ребенка кто-то нападает, правильно? А рядом нет мужчины, который может его защитить. Ей нужно защитить, да, то она, в принципе, вот в этот момент действительно эту часть проявляет. И, в принципе, это, скажем, вызывающее уважение. Если она это умеет, то мы говорим о такой женщине, мужественной женщине, правильно? Да. А не баба с яйцами, правда? Это немножко в другом случае, я говорю, правда? Ну, такое. И то же самое, в принципе, ну, мужчина тоже может расчувствоваться, там, не знаю, пожалеть, поплакать, ну, быть, да, эмпатийным, понимать. Вот, в принципе, он нежный мужчина. На какое-то время. Когда, ну, действительно, вот этот момент, да, вот, мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Да, вот, и вот такое. И нежный мужчина, это тоже прекрасно, да, это хорошее такое проявление. И мы, а, ну, есть второй вариант. По незрелости, и при том интересно, что там мы сохраняем идентичность, мы понимаем, да, что мы сейчас зашли на чужое поле. Ну, в смысле, женщина зашла на чужое поле, мужчина зашел на чужое поле. Раз, ситуация закончилась, вернулся. То есть, нет ситуации, не заходят на чужое поле, но, вот, есть, к сожалению, я вижу это часто, заходят на чужое поле, но там интересно возникает такая ситуация. Хочет, хотят, как мультики, да, и, а мне, пожалуйста, сущенку и мёд, и можно без хлеба, да, и то, и другое, да, вот на двух стульях, одним сидалищем, да. То есть, хотят, например, зайти на поле мужчин, вести себя агрессивно, и при этом оставаться женщиной. Ну, и обладать всеми теми, да, какими-то, правами, вот, и вот тут разрыв, наверное, мне кажется, происходит. Это не совсем правильно. Ты заходишь на поле мужчин, ведёшь себя как мужчина, ты можешь нарваться на то, что мужчина тебя сейчас воспринимает точно как мужчину, да, то есть, тому, кому может дать тебе глаз. Может? Ну, вот такое, то есть, заходя на поле мужчины, вставай мужчиной на это время, да, если делаешь это регулярно, задумывайся, что с тобой происходит, да, и то, точно так же, я не буду этот вариант говорить о мужчине, ну, там тоже, ну, в принципе, я думаю, все вот эти сложности сейчас с половой ориентацией, да, это вот мужчины обиделись на женщин, часть, и ушла. К другому? Да. Говорят, не знаю, мы сапсологи говорят, что мужчина мужчине меня делает лучше, и поймёт, и всё такое, не пугайтесь, да, взрослые люди, я как бы, да, могу так немножко. приперчить свои, это самое, и понимание там такое, да, и как-то вот всё, ну, нет вот этого с носом мозга. Правда, те, кто попадает в пассивную роль, классически, тоже могут превращаться вот этих женщин, да, и точно так же сносить мозг, как и натуральные, скажем, женщины, да, то есть, которые... Ну, на западе это далеко зашло, вы знаете, там мужчины не платят за женщину в кафе, не уступает места, да, такое вот всё, там возрастные, такие, пожилым людям не уступают, но думаю, что слишком далеко. По-моему, да, это мои ограничения, возможно, мне кажется, нам бы стоило сохранить вот эти вот какие-то приятные, гендерные различия, да, когда, ну, уважаем противоположный пол. И блок шестой, и обрадуйтесь последним, да, то есть, я уже лучше не буду мучить, блок шестой, это феномен больной силы, брак и недоросли. Хочу, тоже хочу, чтобы вы его поняли, потому что это очень часто встречающееся явление, это если у человека есть психологическая травма в родительско-детских отношениях, да, вот, и там вот ребёнок, понятно, родители большие, почти боги, ребёнок попадает в какую-то ситуацию, в которой им очень тяжело, ну, он слаб, он подчинённый, да, он слаб, слабая позиция. И там он, как бы, много боли накапливает. Какого-то момента в ребёнке, даже 5-летнем, может возникнуть такое чувство, где-то борьбы с этим, он хочет из этого выброса, где появляется сила, ну, в смысле, такая сила от слабости, да, как бы вот, как загнанный в угол зверя, которого, да, вот, загнали, и вот он, ну, вроде, должен погибнуть, и вдруг он может такое вытворять, что, в принципе, и даже спасётся, да, вот такой механизм у нас есть, природа нас заложил, и вот в этом ребёнке рождается эта сила, и он эту силу, да, начинает применять, и где-то подрастая, может, там, если это папа, например, был, например, со мной, царствие небесное моему отцу, ну, когда выпил, он бросался на мою маму, ну, дорос я до 16-ти, но я с ним не дрался, его только раз столкнул, но он увидел в моих глазах, что я готов с ним драться, и он перестал это делать, да, ну, вот такая сила, да, вспышка такого гнева, и она, в принципе, как бы во мне и закрепилась такой, то есть иногда меня могут довести, вы видите меня очень спокойным, я такой на самом деле, но иногда у меня вот это, Маша знает, у меня вот, все, забрало, упало, я могу просто что-то чудить такое, что потом, ну, как бы непонятно, это я был или не я, да, вот это такое, это вот эта больная сила, о которой я буду в вашем примере, и она, в принципе, становится со временем частью характера, интересно, что она закрывает травму, да, ну, не чувствуешь себя слабым, не больно там, ну, как защиту такую внутреннюю психологическую создает, и есть в этой больной силе, есть такое, как бы, желание, первое, не быть таким, как тот, кто на тебя нападал, но ты-то ответил из этого же, ты стал таким, как тот, кто на тебя нападал, как будто легенда о драконе, да, я убил дракона, стал драконом, да, по сути, и ты этого в себе не принимаешь, тебе не хочется быть таким, ты вот, в принципе, да, у тебя мне не нужно быть таким, мне с ним хорошо, спокойно, уютно, и тут я расслабляюсь, и все мои защиты уходят, я становлюсь уязвимым, пока все тихо, спокойно, пока, и тут достаточно что-то такое сказать, что каким-то образом, совершенно не по желанию, да, моей пары, моего там близкого человека, где-то меня туда, вот это вот, мою подбрюшье, вот эту поляшку мою, да, вот этот раз, и попадает, да, вот, и мне удивительно больно, сильно больно, да, я просто вот, и что я, как я реагирую? По старому, я перехожу сначала от боли, ну, то есть я ее какое-то время стараюсь терпеть, но потом она, это самое, и по старому сценарию, потому что это уже сценарий, это неуправляемое поведение, да, ну, если я не прошел путь воина, да, и так далее, тоже, возвращаемся к предыдущему блоку, то есть я начинаю вести себя жестко, да, и опять в этой сети, это самое, ну, и что, по сути, в отношениях получается, это некая такая череда ссор и примирений, да, с тем человеком, который может, на тебе не надо с этим человеком себя так вести, но получается такая парадоксальная, да, качели такие, да, парадоксальная сила, в которой, в принципе, ты непроизвольно расслабляешься и попадаешь в ситуацию, когда ты уязвим, и вот здесь реально тебе кто-то сказал что-то такое, что убьет тебя в это место, или тебя показало, что тебе такое сказали, или как-то твои своими действиями тебя так задели, все, да, будет реакция, и эта сила, она больная, и поэтому, в принципе, такую силу лучше протеприфтировать, освободиться от нее, она не делает нас сильными, она, наоборот, делает нас как-то вот изощренно, да, вот, так скажем, слабыми. Окей, я прочитаю сейчас название всех блоков, да, для того, чтобы вам напомнить, вот, все разное было, и мы закончим мою часть. Это принцип дифференциации и взаимного дополнения, то, что мы разделились, это хорошо, и нам нужно понимать, да, что нам не нужно, в принципе, влагаться на чужих полях, да, а нужно найти взаимное дополнение. Не получается, ну, задачи непростые, нам же ставят, искать, искать и найдете, да, ну, в конце концов, тоже можно по вот этим штукам, да, ну, могут быть другие немножко вилочки, ну, поменять тогда человека, ну, ну, да, ну, знаете, вот это говорят, размер, да, вопрос размера, ну, что-то считается, что если их, там, огромный, да, мужчина-орган, то у них будет сексуальная гармония со всеми не означает, да, потому что это женщине может такой не подходить, да, поменьше, да, и так далее, да, в том числе женщины носятся, там, с размером своей груди, я знаю, о, говорит, у меня папина круг, да, там, вот это самое, или там, порой сказать, отдай мне немножко, зачем тебе так, но, такое, и тоже это не важно, я думаю, мужчины подтвердят, сидящие здесь, ну, не обязательно, да, чтобы она была там такого, какого-то, ну, часть мужчин только она проимается, и то это, да, то-то порыдовое время, и пока они это не получат, скажут, что мне за кем делать. Следующий блок, вопрос сформулирован неправильно, если мы говорим о мужчинах и женщинах, это нельзя сравнивать, это несравнимые величины, давайте отложим, да, мы сравним личности, но вопрос, почему мы часто можем создавать отношения, и, да, вот, как-то, ориентироваться, только такой своеобразный отбор делать, с тех, ну, с кем мы общаемся, со слабыми, да, то есть вот это блок третий, слабость и сила партнерства, да, что проигрывает, и, кстати, и слабый проигрывает, и сильный проигрывает, слабый меньше проигрывает, слабый может вот со сильным партнером дорасти, да, дорасти и, в принципе, и перерасти, да, А Слава, сильный, как бы он немножко зависает, пока им вот эту жизнь в морду не даст, ну ладно, обычно пара из них после этого распадается. И следующий блок, это вот блок недорослей, да, что мы, по сути, мы не становимся автоматически мужчинами и женщинами. У нас в культуре, к сожалению, нету таких институций, ну мужские есть, но они такие тоже не до конца, да, то есть они не так глубинопродуманные, я думаю, как в древности. И только лишь вот эти, да, есть такие традиции, как бусидо, кодрис чести самурая, да, там вот это есть. Ну я пошел по этому пути, понимаете, зачем я говорю. А женское в общении, к сожалению, да, беда с нашей культурой. И следующий блок, это превращение женщины в мужчины, мужчины в женщины. Вообще не жена. Нет, опять же, нам нужно оставаться, да, понимая, ну я имею в виду те ситуации, когда нет необходимости, да, а как бы мы начинаем вот это. И тут еще вот не притягивать в это противостояние, ну как вот, если женщина, она зашла на мужское поле, да, то не притягивать все остальные штучки, которые связаны с женским, да, то есть, ну, не пользоваться. За что это ты, да, вот, там вот, на меня нападаешь, ну ты же сама, да, ты, женщины, поймите, у мужчин у всех есть какое-то место, когда у них забрало падает, да. Ну не надо перед быком бегать с красной тряпкой, то есть, любого мужчину можно довести до момента, когда он не перестает контролировать свою агрессию, да. Увидели такой красный огонек в глазах, как на фотографии, да, с фотоспешкой, оп, и ушли, да. Ну и, ну, некоторые мужчин, конечно, долго надо бы так делать, да, у них пробуждается хомячок, там, еще в поле зверя, но и этого можно довести, и в жизни. Я понимаю, почему некоторые женщины безсознательно хотят увидеть в нем зверя, да, вот, в каком-то смысле, мужчину, сделайте из него мужчину. Ну, блин, она же от него же и получит, да, она же от него и убежит. Опасные игры. Итак, не заходим на чужое поле, а если заходим, то понимаем, что происходит, и сами оттуда выходим. И вот феномен больной силы, это то, что, да, у нас есть такая сила, у многих, думаю, травма, без травмы, мы сидим валили детства, да, без травм не бывает, но надо понимать, что это сила, которую лучше проработать, избавиться от нее и поменять на нормальную, стабильную силу, в которой нету такого, таких качелей, да, что я вот ищу, потом нахожу, потом становлюсь слабым, меня как бы в этот момент бьют под дыр, да, я потом опять возвращаюсь в слово и сильно, и так далее, да, это такая игра, которая всем мешает. Окей? Все? Вопрос. Да. Сейчас два вопроса. Мы вначале разбирались, потому что мы что-то пропустила, но сила, что мы понимаем, я скажу, сила это как просто занятие лидерской позиции, попыткой управлять, потому что человек может быть интеллектуальный. Я, я силу, понимаешь, да, я вот этот вопрос, ну, так, нельзя, да, впихнуть не впихуемое и объять необъятное, да, то есть, ну, можно было много говорить, большая очень тема, да, я на вопросы, на вопросы сила не останавливался, но сейчас могу ответить, да, сила бывает разная, ну, то есть, и у мужчин и у женщин принципиально разные силы. Ну, как поймут, что сильный человек, ну, не сильный человек, славный человек, кто из них сильный, кто славный? Ну, кто сильный? В чем сила, брат? В чем сила? Кто сильнее? Ну, кто физически сильнее? Для ничего. Я считаю, что у нас сильнее встречи, мы рассматриваем сильного человека только как физически сильного. Так вот, видишь, ты понимаешь, что все разные, да, есть силы, которые общие для всех, для мужчин и женщин, они, как бы, да, вот, в этом мы не разделились, да, вот, есть общие для всех, а есть силы, которые принадлежат, ну, они, вот, у мужчины физическая сила, если говорить о теле, да, у мужчины физическая, у женщины физиологическая. И кто сильный пол еще, да, когда заболел муж гриппом, это понятно, да, и она заболела гриппом, это понятно, да, он вообще-то просто почти сдох, а она, в принципе, и детей готовит, и все остальное. Потому что женщину природа подготовила к физиологическим стрессам, гиперстрессам, она физиологически сильнее, а мужчина физически сильнее, правда? Ну, это разные силы, мужчины дали широкую кость, большие плечи, для чего латить кого-то в лоб, толстую кость здесь, да, возле, чтобы не пробивались, да, вот здесь, для чего, не погибнуть в бою, правильно? Женщине дали широкие бедра, вот, и так далее, ну, это очевидная вещь, это разные силы, ими нет смысла мериться. Женщине дали правильное название нашей встречи, да? Да, это второй блок, да, я сказал, что сам вопрос сформулирован, второй блок, снег, и... Чтобы люди пришли, на самом деле, вообще-то... Не, ну, такую тему дали, в принципе, так многие думают, ну, это мое мнение, вы мне сейчас его... Вы, мне кажется, задаете вопросы, сейчас, секундочку, Толь, да, мы это сами... И я, в принципе, не претендую, что мое позиция, точка зрения, абсолютно правильная. Я дал свою, да, ну, так как у меня организаторы этого, у меня больше времени, да, и вы их со всеми этого соглашаете. Да. Я хочу рассказать, ну, в моем понимании, сила имеется в виду способность человека, в принципе, выживать в этом мире. Ну, в принципе. Она универсальная, не мужская или не женская? Да, она универсальная получается. Вот отсюда я целую. Ну, а мы же все разные, а зачем тогда говорить мужчина и женщина? Да, мы разные, сильные, слабые люди. Правильно, но тут уже идет способность взаимодействия со своим партнером, с миром, с окружающим. Потому что оно все меняется. Сейчас-то, в принципе, не надо по голове стучать друг к другу. Выживают обычно слабые, а не сильные, которые приспосабливаются, которые сильные обычно не выживают, сильные погибают в первый момент. Я так понимаю, сила. Сила это какие-то есть у человека какие-то свои... Убеждения, ну, убеждения. Ну, скажем, убеждения, я это называю стержень, но пускай убеждения это будет. То есть есть какие-то свои, ну, глубокие убеждения, не то, что сверху, то, что мы говорим, а то, что если он способен за это, ну, в конце концов отдать свою жизнь, не выживать, а отдать жизнь. Это есть сила, я понимаю. Ну, сейчас вы, кстати, слышали. Это бывают женщины очень сильные. Это мужская, да, сила. Еще, по поводу определения скопления энергии. Получается, это вы в идеале скопления здесь, у мужчины здесь. Ну, в идеале, у нас получается, может быть такое, что вот эта женщина, которая там на поле мужском бегает, да, у нее получается скопление тут энергии неправильное? Нет, а агрессивная женщина, она тоже здесь. Тоже здесь? Нет, она манипуля. Ну, туда, знаете, как вот тут разгорелось, туда забрасывает как бы это все. То есть получается неправильное распределение этой энергии получается? Ну, понимаете, как правильно и неправильно. Так природа сделала. Понимаете, нам природа дала так, да? Пока мы были обезьянками, было проще. Оно все там как-то по инстинктивным правилам, да, то есть. Ну, мы же не живем сейчас как обезьянки, да? И социальная культура, но нам нужно теперь это все, соответственно, изменить. Ну, по факту, если женщина долго бегает по полю мужчины, она уже у нее потом автоматически как бы уходит туда. Ну, есть женщины, которые... Смотрите, это не обязательно, что агрессивная женщина сексуальна, а то вот такое получится. Нет, я не говорю, что она сексуальна. Ну, просто если, грубо говоря, она там длительное время будет исполнять, ну, бегать по полю мужчины. Ну, что тренируем, то и развиваем. Да, она долгое время бегает по мужскому полю. То в конечном итоге она просто-напросто вот эта энергия-то сюда уже не идет. У нее яйца отрасла. Ну, да, вот этот вариант, тогда отрасли яйца, да, и просто-напросто эта энергия ушла сюда вниз. И в конечном итоге она такая, блин, а что делать? А как это, помощи пойди попросить, да? Да ну нафиг, я там лучше себе руку отрежу. Есть женщины, которые рождаются, мужчины, по характеру. Хорошо. Не обязательно же, но там не смоем. Не смоем. Нет, не смоем. Ребята, смотрите, да, очень хорошо. Я вижу, что то, что мы говорили, уже вызвало интерес и желание обсудить. И давайте продолжим это на следующей части, которая задумана, как обсудить. Спасибо.